МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня выпуски. Уголовное дело по факту смерти двухлетнего Семена Арзамасцева возбудил и Российский следственный комитет, поскольку мальчик является гражданином России. Тем временем специальная комиссия в Караганде приступила к расследованию причины гибели малыша. Карагандинские военнослужащие успешно отразили нападение диверсионных групп на стратегически важные объекты. В региональном командовании Астана провели очередные учения. Вернулись ни с чем. Караганда встретила своих спортсменов, участников зимних Олимпийских игр в Южной Корее. На счету казахстанской сборной лишь одна медаль. Специальная комиссия приступила к расследованию причин смерти двухлетнего Семена Арзамасцева. Напомним, малыш скончался 22 февраля после того, как ему была введена анестезия в одной из частных стоматологических клиник Караганды. Маленький Семен Арзамасцев скончался не в стоматологической клинике. Об этом сразу же заявила директор лечебного учреждения. Мальчик умер в реанимационном отделении областного медицинского центра. Своего анестезиолога она характеризует как высококлассного специалиста. О том, что у этого врача уже были подобные случаи в прошлом, директор и не догадывалась. Кстати сказать, уголовное дело в отношении смерти 13-летней девочки в 2016 году, где фигурирует фамилия этого же врача, до сих пор не завершено. Один из лучших специалистов нашего города, которая работала и на кафедре Карагандинского государственного медицинского университета. Также она работала в детской больнице. Стаж работы более 32 лет. Врачом-анестезиологом с высшей категорией. Человек нам принес справки о несудимости, понимаете. Но я не могу чисто физически у каждого спрашивать, расспрашивать. Сегодня в клинике временно прекратили анестезиологическую деятельность. Врач отстранена от работы. Виктория Мартынова заявляет, что оценку произошедшего сможет дать лишь специальная комиссия. Я считаю, что оценку всех действий должна произвести именно специализированная комиссия, чтобы была независимая экспертиза, чтобы была полная врачебная экспертиза, следственные действия, чтобы в полном объеме именно оценили действия врачей, действия анестезиолога. То есть создана комиссия, я считаю, что они должны вынести какое-то свое именно решение. Между тем, смерть Семена Арзамасова намерен расследовать и Следственный комитет России по Омской области. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В ходе расследования российские специалисты также намерены установить все обстоятельства и причины гибели малыша. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Рост цен на продукты питания, коммунальные услуги. Сегодня это самая актуальная проблема, которая волнует жителей Карагандинской области. Не случайно на отчетной встрече с населением этому вопросу особое внимание уделил глава региона Ирлан Кушанов. Цены на продукты питания растут периодически. Это замечает каждый, кто хотя бы раз в неделю посещает магазины или рынки. Сегодня государство не может назначать цены, как это было в прошлом. Однако есть другие рычаги, позволяющие регулировать стоимость продовольственных товаров. Один из них – товарные интервенции из стабилизационного фонда. Мы заключили договор с 35 крупными производителями овощей и картофеля о резерве 2,5 тысяч тонн продукции. Она будет продаваться в межсезонье по фиксированным ценам. Сформировали стабилизационный фонд, в который заложили 1200 тонн продуктов питания. На сегодня мы уже начали интервенции по картофелю, рису и луку, которые уже по фиксированной цене реализуются в торговых точках области. В своем докладе руководитель области также остановился на проведении сельскохозяйственных ярмарок и организации зелёных караванов. По мнению Ерлана Кушанова, они сыграли большую роль в стабилизации роста цен на продукты питания. И в этом году зелёные караваны продолжат свою работу. Об этом мы договорились с южными регионами. На этот год мы также ставим себе задачу удержать темпы инфляции и не допустить резких скачков цен. Но не только цены на продукты питания отличаются постоянным ростом. Участники отчётной встречи обратили внимание Акима на рост цен на коммунальные услуги. Вот буквально недавно в случае очень подросли цены на коммунальные услуги. Когда получили квитанцию, народ просто ошарашен был. Что вы думаете по этому поводу и как вы это объясните? А вы где живёте? В Семертау. В Семертау? Да. Вот по Караганде я могу сказать на 4 из чем-то процентов, где-то с лишним процентов выросли коммунальные услуги. Все это мы резких скачков в этом году мы не допустили по ценам, по коммунальным услугам. Но они же растут. Да, по коммунальным услугам. Тогда я поручаю Акиму города Семертау проверить именно ваше, сколько вы платили. Повышение у нас на холодную воду незначительное, на канализацию есть, но оно небольшое. На общественных слушаниях эти вопросы все были обсуждены, Ела Джихановичу. Если цены растут тарифно, это, во-первых, есть антимонопольный орган, необоснованного роста цен антимонопольный орган не допускает. Но в то же время есть услугодатели, их расходы, это уголь, это электроэнергия, это тоже дорожает. Поэтому, если обоснованное они предложение дают, то антимонопольный орган проводит публичное слушание, это с участием общественности. Вы тоже можете там принимать участие. Я думаю, только после этого дают разрешение, то есть решение, приказ о повышении тарифа. Не обошло вниманием и качество коммунальных услуг. В частности, тепла. Глава области сообщил, что темиртаусской станции ТЭЦ-2 необходима полная модернизация. Ее началом станет строительство седьмого котла, к которому планируется приступить в этом году. Ерлан Кушанов остановился и на других проектах в сфере энергетики. Благодаря расширению станции улучшится теплоснабжение в Жасказгане, Балхаше и поселке Топар. В 2017 году были построены котельные в поселках Актас и Бутакара. В Караганде и Абайе проводится реконструкция тепловых сетей по программе Нурлы Жол. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Республика Казахстан находится на 57-м месте в рейтинге конкурентоспособных среди 138 стран мира. Целевой показатель на 2018 год – 45-е место. Об этом шла речь на выездной встрече центрально-государственных органов с представителями бизнеса Карагандинской области. Во встрече принял участие заместитель Акима области Алмаз Айдаров. Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума является одним из авторитетных международных рейтингов. И участие в нем является весьма важным, так как он представляет собой независимую оценку экономического развития государств мира. Казахстан участвует в рейтинге с 2006 года. Мировая конкурентоспособность оценивается по 12 основным факторам – это экономика, инфраструктура, здравоохранение, образование, технологическая готовность, рынки труда, финансов, товаров и другие. Обо всем об этом предпринимателям Карагандинской области рассказали участники информационно-пропагандистской группы. По данному индексу, показателю, Пазахстан за 2017 год среди 138 государств стран занял 57 место. При этом он потерял несколько позиций за 2016 году, в которой он располагался. Какова причина? Почему сложилась такая ситуация? Это как раз основная цель нашей информационно-пропагандистской группы – разъяснять здесь, в Карагандинской области и в будущем, чтобы в рамках проведения опроса или заполнения анкетов всемирно-экономического форума наши представители и предприниматели давали конкретную и полную, так скажем, информацию. На встрече было отмечено, что глобальный индекс конкурентоспособности составляется только на основе опросов. Именно поэтому в палате предпринимателей Атамикен считают, что карагандинские бизнесмены должны понимать, для чего необходим этот индекс и предоставлять информацию в полном объеме. В частности, о том, что значительно сократилось давление на бизнес со стороны властей. Мы данную работу проводим именно с управлением по специальных учетов прокуратуры генеральной, которая учитывает проверки. Проводим эту работу и с Акиматом области, который принял соответствующий детальный план по снижению проверок среди государственных в отношении субъектов малого предпринимательства. Глава государства в своем послании народа Казахстана от 10 января «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» одной из приоритетных целей выделил задачу вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира. Основным средством оценки стран мира по показателю экономической конкурентоспособности и является индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Ранним утром войсковые части и учреждения Министерства обороны были подняты по тревоге. Группа диверсантов совершила нападение на военную школу-интернат Жасулан. Сборный пункт областного департамента по делам обороны и другие объекты с целью захвата стрелкового оружия и заложников. Таковы были вводные очередных учений военных. Получив тревожный сигнал, оперативный дежурный регионального командования Астана приступил к оповещению специальных противодиверсионных групп войсковой части 317-75. В течение установленного времени военнослужащие прибыли в указанные учреждения для отражения нападения. Сейчас мы выглядаемся вот так под периметру школы. Второй находится вот здесь, на углу. Наша задача ваша – вы контролируете вот этот сектор. Второй пошел. Остальная группа налево. Шагом марш. В подразделениях регионального командования Астана начались специальные противодиверсионные учения, в которых задействованы и структурные подразделения отдела военной полиции, сотрудники департамента внутренних дел. Подобные учения в Карагандинском гарнизоне проводятся регулярно и начинаются с приведения частей в высшую степень боевой готовности. По результатам учений личный состав получил практику, условный противник уничтожен. Данное учение проводится ежеквантально в масштабе Карагандинского гарнизона с привлечением воинских частей и учреждений. Данное учение проводится внезапно с целью проверки бдительности личного состава и слаженности действий по отражению нападения условного противника. В региональном командовании отмечают, что занятия, направленные на поддержание высокой боевой готовности военнослужащих, проводятся регулярно. В том числе для того, чтобы подразделения смогли успешно вести боевые действия в населенных пунктах, отражать нападения на учреждения и военные подразделения. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Проблемы с позвоночником являются актуальными для многих карагандинцев. Гипертония, остеохондроз, артрит, инсульты и невыносимые головные боли. По мнению специалистов, эти заболевания возникают из-за смещения первого шейного позвонка под названием Атлант. Но сегодня проблема решаема. Центр здорового позвоночника Атлант помогает людям избавиться от недугов без оперативного вмешательства. Восстановление первого шейного позвонка. В клинике Атлант проводят лечение по уникальному безоперационному методу. Процедура поможет избавить от головной боли, боли в шее, суставах, спине. Пациентами медицинского центра являются и карагандинские шахтеры. Многие из них страдают позвоночной грыжей. За два с половиной года работы лечение в клинике уже получили порядка двух тысяч человек. Среди них и молодая карагандинка Анастасия Бутурина. Несколько лет она мучилась сколиозом. Узнав о медицинском центре Атлант, она тут же обратилась за помощью. Облегчение наступило уже после первой процедуры. Решили сходить в медицинский центр Атлант. Сделали восстанавливающую процедуру. И после этого пошли в улучшение. То есть раньше были сильные головные боли, утомляемость, болела спина. После того, как сделали процедуру, ну и выполняла рекомендации, и все пошло на улучшение. Смещение Атланта – это самая распространенная родовая травма. До определенного времени она не дает о себе знать. Ситуация может усугубиться различными травмами малоподвижным образом жизни. Правку первого шейного позвонка можно проводить детям с трех месяцев. Для малышей исправление Атланта имеет большое значение. Из-за проблем с первым шейным позвонком может проявляться гиперактивность, нарушаться сон, замедляться развитие. Врачи призывают действовать немедленно. Процедуру по восстановлению вашего здоровья нужно сделать прямо здесь, сейчас. Потому что если вы не устраняете первопричину, то, соответственно, ваш организм начинает болеть, он начинает увядать. Ваше состояние здоровья разрушается. Начинается это с того, что у вас есть банальный сколиоз, образуются протрузии, грыжи. В последующем это приводит к операциям. И потом уже осложняется такими проблемами, как головная боль, головокружение, ввиду скручивания у основания черепа. И здесь, если мы нашли подвывик первого шейного позвонка, его неправильное положение, нам нужно его здесь и сейчас устранить. Уберем эту проблему, и у вашего организма появится возможность на восстановление. Лечение в клинике ведут с помощью швейцарского аппарата. Он пока единственный в республике. Сама процедура проходит в три этапа. Диагностика, коррекция, дополнительные проверки. Полный курс лечения займет порядка полугода. Как показывает практика, после восстановительной программы «Атлант» боль уменьшается, а зачастую полностью исчезает. По анализу наших результатов, можно сказать, что в течение полугода функция сустава восстанавливается полностью. То есть, если больной пришел к нам и в течение этого времени полностью выполнял все наши рекомендации, то он в течение полугода получает положительный результат. Медицинский центр «Атлант» расположен по адресу улица Юрубаева, 58. Прием проводится по предварительной записи по телефону 365-00. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинские спортсмены и участники Олимпийских игр Пхенчхани поведали журналистам о своих впечатлениях, планах на будущее и причинах невнушительных результатов. Во дворце спорта имени Нуркена Абдирова прошла специальная пресс-конференция с участием конькобежцев Екатерины Айдовой, Станислава Палкина и Артема Крикунова. В прошедших зимних Олимпийских играх Казахстан показал самый худший результат за последние годы. Отечественные спортсмены все так же хромают в зимних видах спорта. В Пхенчхане карагандинские конькобежцы не смогли подняться на верхние строчки рейтинга. На вопрос о причинах столь неудовлетворительных результатов никто из присутствовавших не дал развернутого ответа. Тренер Владимир Левченко и вовсе не считает, что выступления были неудачными. Он заявил, что само участие в Олимпийских играх уже победа. А кто сказал, что это неудача? А кто сказал, что три спортсмена от карагандинской области в одном виде спорта – это неудача? А кто сказал, что само по себе участие – это неудача? Поэтому я хочу сказать ребятам большое спасибо за то, что вы достигли таких высот. Тренерский штаб и руководство управления физической культурой и спорта оправдываются отсутствием хорошего льда. По их словам, при лучших условиях для тренировок хотя бы один из спортсменов давно завоевал бы для копилки Казахстана медаль. А Станислав Палкин и Артем Крикунов, для которых эти игры стали первыми, признались, что бороться с более зрелыми и опытными спортсменами было сложно. Потому что бороться с мужчинами, которым около 28 лет, я думаю, парням для 21-летним, ну, довольно тяжело. В любом случае, это опыт. У большинства, я думаю, это были и третьи, и четвертые у некоторых Олимпиады. И все равно это все сказывается. Для Екатерины Айдовой эти игры стали третьими. Девушке еще не удавалось войти в десятку сильнейших на Олимпийских играх. Однако Екатерину неудачное выступление не останавливает. Спортсменка заявила, что надеется защищать честь страны и в 2022 году в Пекине. За себя могу сказать, что останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Я хочу продолжать свою спортивную карьеру. И кто знает, если позволит здоровье, то, конечно же, возможно, и четвертая Олимпиада будет с моим участием. Следует сказать, что поддержку спортсменам оказывают на постоянной основе. Только в конце прошлого года на стипендии спортсменов было выделено 100 миллионов тенге. Однако, пока тренеры не начнут воспитывать голодных до медалей спортсменов, вложения в отечественный спорт вряд ли принесут плоды. Всем, кто связан со спортом, стоит запомнить, что главное не участие, а победа. Ведь в спорте редко бывают вторые шансы. Спорт – это здесь и сейчас. В Караганде второй день подряд проходит турнир по кикушинка и каратэ среди всех возрастных категорий. Для участия в Кубке шахтерской столицы в Караганду прибыли 1300 спортсменов из разных регионов страны. Среди множества стилей каратэ кикушинка является самым жестким и трудным. Однако, несмотря на это, с каждым годом растет количество желающих заниматься этим зрелищным видом спорта. Тому свидетельство Кубок шахтерской столицы, который собрал более тысячи юниоров со всей республики. Президент всеказахстанской организации кикушинка и каратэ Таджи Мурат Найзабеков рассказывает, если три года назад число участников составляло всего несколько сотен, то сегодня эта цифра перевалила за тысячу. Также Таджи Мурат Найзабеков отметил, что кикушинка и каратэ – нечто большее, нежели просто спорт. Прежде всего, это сплоченная семья, которая свято чтит свои клятвы. Философия каратэ кикушинка, она обусобленная. Если мы возьмем просто одну из цитат нашей клятвы, которую мы даем, когда поступаем уже в школу нашу, это прежде всего уважение старших и воздерживаться от насилия. То есть вот это вот маленькие словечки, которые состоят в этой клятве, она говорит о том, что в этом есть глубокий смысл. Смысл воспитания детей, уважения старших и воздерживаться от насилия для того, чтобы наша страна становилась лучше, мы должны отойти вообще от насилия. И путем каратэ кикушинка, который является контактным видом, мы показываем, что на татаме можно показать свою силу, но не в ней. Из 1300 участников Кубка подавляющее большинство защищала честь Карагандинской области. В настоящее время свыше 4000 юношей и девушек нашего региона занимается кикушинкай. Конечная цель на всех одна – заветный черный пояс. Да, я хочу продолжить, дойти до черного пояса и закончить. За достойными выступлениями на турнирах стоят многочасовые тренировки. Ведь только труд и работа над собой приносят результат. Такого мнения придерживается и Мансур Ермикбаев, который представляет на этом турнире столицу. У нас есть на тренировках мы всегда не сильно, но эффективно работаем. Проверяем, например, пробиваем, но не убиваем друг друга. Стоит отметить, что данный турнир – всего лишь репетиция перед более важным событием – чемпионатом мира среди детей-юношей, который пройдет в шахтерской столице этим летом. Зная уровень подготовки наших спортсменов, можно смело предположить, что зарубежным каратистам придется изрядно попотеть, чтобы завоевать медали. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok